всем приветики и хочу вам показать в этом видео что же я возьму с собой в путешествие неужели они открыли какие-то границы куда-то можно поехать у нас был отпуск запланирован уже год назад что в этом году мы должны были полететь в грецию на остров порфу но они всего думали как откроют границу надо карантинец не надо карантинец и поэтому вот мы все не знали едем мы не едем и вот пришло нам сообщение что все-таки мы едем границы открыты карантинец не надо надо только заполнить специальную форму и все и вуаля и вот мы едем очень я конечно этому рада очень уже хочется куда-то поехать отдохнуть тем более это уже было запланировано там были свои какие-то идеи и вот хочу показать что я возьму с собой из косметички мы едем на две недели на 14 ночей и я с собой возьму две вот такие вот косметички в одну как правило я ложу разные карандаши и помадки но в эту основную косметику всегда у меня проблема с тем какие тени взять и кстати я это всегда собой беру вручную кладь чтобы не дай бог ничего не разбилось потому что это прям золото золото давайте начнем с разных я даже не знаю с карандашей что ли ну давайте с помады с карандаша начнем решила я взять и давайте значит я нарастила себе реснички потому что там будем ходить бассейн постоянно какая-то вода море и чтобы не краситься вот удобно очень растить и вот взяла вот эту кисточку чтобы расчесывать и как правило я потом приезжаю с отпусков и сразу же снимаю потому что мне быстро очень это надоедает взяла вот такие вот ушные палочки я взяла для того для того чтобы как-то там смывать косметику может быть с глаз или же где-то там если карандашом когда стрелочку рисую или то есть где-то что-то надо потереть вот такие вот поэтому взяла взяла естественно собой точилку это у меня по моему точилка от эйвен очень кстати хорошая точилка хорошо точить тоненький и толстые карандаши или помады взяла свой черный карандаш он такой как говорится везде со мной покупала я его еще там в латвии когда были сантимы за 15 сантим то есть вообще за копейки но хороший в принципе карандаш и коричневый для губ из той же серии еще такой но я не скажу что это советский нет это конечно же не советский карандаш но это знаете карандаш моей молодости можно в молодости не знаю какого-то так так что это вот еще оттуда эти карандашики поэтому вот у них уже такой вид далеко не не презентабельно но они мне как-то греют душу и знаете они мне нравится взяла свой любимый карандаш для бровей от clorans light brown у меня там есть такой совсем маленькая пипочка но я ее не взяла чтобы там не было у меня паники что он вдруг закончился вот такой вот мне этот карандаш подходит больше всего для моих бровей мне он как-то нравится больше всего как он выглядит на моих бровках и взяла вот такой вот карандаш для губ а у меня он был в коробочке красоты от saint люкс в оттенке купит вот такой вот под такой как коралловый что-то вот в этом стиле потому что я возьму с собой такую как коралловую помаду дальше я беру двое тенюшек из такого вот в карандаше от lancome вот они от lancome и в оттенке они у меня тауп кварц и о роуз значит так кварц вот такой и и rose вот такой очень хорошие тени у lancome очень хорошо держатся очень красивые сияющие мне очень нравится взяла я одну жидкую помаду тоже от lancome думала ее не брать но не знаю как то последний момент что-то мне захотелось все-таки и взять это в оттенке 308 такая лаковая помада вот так вот она выглядит подумала что она загорелой кожи думаю что наверное будет красиво смотреться эта помадка взяла также от oriflame очень мне нравится это их серия power shine из серии the one очень клево у них помады вот я взяла pink hypnotic это вот эффект как у charlotte tilbury в рекламе не как на самом деле ее эти pillow talk помада а именно так как вы видите это в рекламе вот и тут вот очень мне нравится у меня и две разных двух оттенков ну вот я взяла такой розовенький опять же я люблю когда загорелая кожа и вот такие вот розовые помады как выглядит на день я взяла две помадки тоже розовенькие это от бренда номер 7 number 7 ice pink вот такая она вот именно такие я оттенки обожаю когда загорелая кожа как выглядит так вот атака еще раз покажу и и вторая помадка это от дьего дала палма в оттенке 36 и вот это мне помада очень нравится вот такая вот она красивая очень вкусно пахнет тоже и уже у него вот такой вот оттенок такой мне нравится больше всего вот этот вот мне нравится больше всего оттенок то есть вот такой прям вообще вот это вот мой любимый его я скорее всего буду носить чаще всего ну и на вечер я беру вот такую помаду от герлен это у них тоже что-то там shine automatic в ответе в цвете 263 вот так вот она интересно открывается вот такая вот она интересная без колпачка ну вот очень удобно и вот такая вот она как кораллового такого оттенка так она кажется как будто бы красная но нет она на губах не не выглядит такой красный на губах выглядит именно более коралловый вот поэтому я под нее вот этот вот оттенок карандаша и взяла с блестяшками как раз для вечера вот такие вот разные помадки карандаши уже просто не могу дождаться этого отпуска вот вот как в отелях часто бывают разные развлечения и вот планирую вот выходить на развлечения вот с этой вот красивой помадкой вот это вот мне очень нравится от арифлейм вообще супер вот присмотритесь кстати к этим помадам вот это то что у меня находится в этой малюсенькой косметичке и теперь переходим уже вот в эту большую косметичку решила я много не набирать что мне там набирать взяла ну естественно свой вот этот вот любимый комплект который я всегда беру если куда-то еду в этом комплекте кисточка для теней кисточка для стрелочки для пудры для румяна то есть это одна такая кисточка с одной стороны пудры с другой стороны румяна здесь вот эти вот аппликаторы и для тонального средства такая вот в дугласе я ее покупала очень мне кстати нравится и это тоже кисточка для нанесения теней и уже отдельно взяла кисточку для хайлайтера то есть вот такую вот кисточку именно чтобы хайлайтер наносить но взяла вот это вот свою палетку любимую для путешествия от benefit тут у меня сразу же три оттенка что мне надо это хула это румяна то есть бронзер и коррекой бронзер румяна и хайлайтер то есть мой любимый хайлайтер все вы их знаете они уже на ютубе постоянно ну вот к зимнему времени они продают вот такие вот палетки для путешественников постоянно какие-то разные скажем так туда они ложат разные румяна могут положить другой хайлайтер могут положить три хайлайтера но суть одна у них постоянно вот эти вот комплекты идут на зимних распродажах я в принципе тоже покупала на зимней распродаже но вот этих три оттенка это то что мне надо мне то есть там больше уже и не надо поэтому вот в этой одной палетке у меня сразу же будет три скажем так мне нужных вещи вот так вот это все выглядит также у меня тут что у меня тут есть еще это пудра я долго думала брать мне пудру или не брать мне пудру ну решила что возьму от бобби браун у меня это уже тоже давно ньют финиш в оттенке порселайн эта пудра одна из моих первых это вообще первая моя пудра которую я купила так вот осознанно мне хотелось что-то такое нюдовую какую-то пудру здесь вот такие вот кирпичики и вот знаете я ее очень полюбила я ее в принципе с собой всегда и беру у меня есть другая еще от бобби браун зимний период я их всех смешиваю эти оттенки тут вот есть вот такие вот маленькие блестки и мне очень нравится вот так вот это выглядит если так не растушевывать ближе покажу как-то вот мне нравится как все это выглядит очень красиво на на коже она не видна то есть но я думаю что там будет жарко поэтому все таки приняла решение взять ее чтобы время от времени если будет совсем жарко использовать ее я не беру с собой тональное средство я беру с собой крем-корректор то есть он увлажняющий он сразу SPF и в нем еще есть такой это CC крем и так как там SPF 50 то есть хорошая защита но думаю если вдруг будет жарко и будет как говорится кожа потеть назовем это так какой-то там слишком сильный блеск хотя я люблю когда блеск вот будет пудра мне в помощь тут вот еще вот такого зеркальца есть и дальше у меня в принципе тени еще раз повторюсь я думала долго какие же мне тенюшки взять решила взять вот эти но это мне они не нравятся из-за своей пигментации и вообще в своей носке они мне не нравятся но я ее беру чисто из-за того что она маленькая и только из-за вот этого черного оттенка как стрелочку рисовать то есть потому что ресницы нарощенные уверена что будет очень удобно карандашом стрелку проводить я вот пробовала именно стрелку вот этим оттенком и вот вроде как бы хорошо но вот не знаю может карандашом не очень будет удобно из-за того что нарощенные именно там близко к ресничкам проводить ну именно карандашом этим тереть конечно же тенями это делать проще поэтому беру вот эту палетку только ради вот этого черного оттенка чтобы только наносить стрелочку ну и есть много других палеток где есть черные оттенки но это просто из-за того что она вот такая маленькая и компактная и в принципе две остальные палетки которые я беру уже для самого оттенка это палетки именно из-за того что они маленькие первая из них это от Наташи Динона это мне муж купил очень я ее хотела я у нее ее выпросила эту маленькую палеточку это моя первая палетка от Наташи Динона слышала много хороших отзывов у нее у нее безумно дорогие палетки вот эти большие и вот эти мини палетки они еще по приемлемой цене и мне хватает здесь оттенков несмотря на то что тут маленькие такие рефильчики но мне это знаете на всю жизнь хватит значит вот такие вот тут оттенки очень хорошие очень пигментированные и вот на лето как раз таки то что надо давайте еще раз просвотчим есть видео в принципе с свотчами этой палетки ну раз мы уж тут свотчим все вподряд то давайте еще раз просвотчим видно что очень хорошая пигментация у теней хорошо они держатся на глазах то есть мне вообще нравится эта палетка и вот решила я ее поэтому взять такая малышка такая маленькая удобненькая тоже собой ее в путешествия гораздо проще взять чем вот эти вот большие палетки которые у меня есть и вторую палетку я беру вот эту сборную от Mary Kay мне очень нравятся тени от Mary Kay посмотрите они очень достойного качества они не из дешевых одна вот такая вот скажем так малышка стоит 7 паундов то есть они не дешевые но они очень хорошие они очень пигментированные очень хорошо держатся и продают у них разные палетки вот такая вот маленькую палетку мне подарила подружка и вот этот оттенок мне тоже подарила подружка и я решила взять с собой в путешествие потому что это сборная я ее собирала сама из тех оттенков которые мне нравятся и опять же очень удобно что она вот такая вот малюсенькая давайте покажу достойные очень тени действительно присмотритесь к ним вот такие вот красивые оттенки что я плохо набрала чего-то тут и совсем показываю не то что есть такие вот очень тоже достойные красивые оттенки очень хорошо пигментированные ничем не хуже чем допустим от той же Наташи Диноны вот такие вот в сухом скажем так в своем сегменте тенюшки того что здесь именно те оттенки которые мне надо всегда можно поменять и поставить другие то есть если купить несколько всегда можно их потом поставить в том порядке в котором вам допустим нравится и опять же из-за своего удобства что она вот такая вот малюсенькая такая малышка тоже очень с собой удобно брать и последние две парочки две подружки это от Виктории Бетхам возьму именно вот эти ее гелевые тенюшки мне они нравятся они правда скатываются я уже пробовала их носить есть за ними такое что они скатываются но в принципе выглядят очень красиво очень пигментированные они гелевые естественно наносить их нужно пальчиками значит я беру у меня только два оттенка и этих два оттенка я в принципе и беру это оттенок Минк такой вот красивый очень пигментированный его уже и наносить некуда давайте сюда нанесу куда-нибудь вот он он такой вот красивый тоже у меня есть отдельное видео про Викторию Бетхам про ее тени которые я купила и там уже тоже есть эти свотчи но они мне конечно же безумно нравятся просто суперские тени поэтому я их естественно с собой беру куда же без них так вот они мне они конечно ну по сравнению со всеми прям самые пигментированные ну и последний оттенок который беру это вот такой вот оникс тоже наша Виктория ну и здесь прям такой космос космос он конечно же только на вечер куда-то куда-то или если пойти или же вот какие-то опять же вечером в отелях разные мероприятия проходят то есть это вот что-то вот такое вот конечно же прям вечер-вечер сюда его нанесу это вот такой вот черный с синий-синевой так вот наверное можно сказать ну конечно же оттенки просто бомба есть я уже говорила есть светлый еще у нее оттенок но я его уже не покупала что у меня в принципе полно всяких светлых ну вот так что вот такие вот я беру с собой тенюшечки такие вечерние такие дневные ну это все что я беру из косметики укаживающие средства разные и солнцезащитные средства все это конечно же понятно тоже но вот именно из косметики я вот решила взять с собой на этот раз что-то вот такое вот из новенького из интересненького ну вот на этом все спасибо за внимание всех целую всем пока